Я выберу хоккей, потому что я хочу забивать шайбы, давать голевые передачи. Когда я зашел в Академию, я увидел очень красивый интерьер. Сразу видно, все сделано на высшем уровне. Это Академия готова к принятию талантливых детей. Я думаю, тут не только будут наши дети Омска, Омска области, но и с региона Урала, наверное, Сибири, Дальнего Востока. Я думаю, что это большой толчок для развития юного поколения в стране и в Омской области, конечно. Та система, которую мы хотим внедрить вообще в развитие детского и юношеского хоккея под брендом «Авангарда», мне кажется, будет уникальной. Проблема функционирования вот таких академий хоккейных в том, что они ограничены местами. В любом возрасте в классе может учиться 25-30 человек, а как показывает практика, желающих намного больше. Ну и понятно, что учатся там те, кто может платить. И мы все теряем, в общем, на самом деле тех возможных доцуков или овечкиных, только потому, что у них нет возможности платить за это обучение. И, к сожалению, в общем, мы получаем на выходе, скажем, не тот уровень возможных хоккеистов, которые могут быть. Единственное решение этого вопроса – это воронка. То есть это тогда, когда максимальное количество людей, независимо от своего достатка, может заниматься хоккеем. Мы заходим в открытые коробки, даем тренеров, даем спортивную форму. И все мальчишки, которые по финансовым, по каким-то моментам не могут попробовать себя в хоккее, у них будет доступ к этому. Наши двери открыты для всех. Самые талантливые, самые трудолюбивые. Все будут у нас тут заниматься под присмотром, под тщательным контролем. Ждем вас. Мои планы на будущее – заиграть в МХЛ. Я хочу стать вратарем. Стать великим защитником. Попасть сначала в МХЛ, потом в КХЛ, а потом уже в НХЛ. Я бы хотел попасть в основной состав «Авангарда». Хоккей – это настоящая мужская игра. Хоккей мне дал новых друзей. Хоккей открыл для меня целый мир. Я уже не представляю свою жизнь без хоккея. И моя главная мечта – привезти в МХЛ к Кубок Гагарина. Шайбу забросил Кирилл Бурмистров, номер 31. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...